Добрый вечер! Вы смотрите общественно-политическое ток-шоу «Говорите правду». Как люди скажут, так и будет. Это слова президента. Будущее определяем мы. Конституция – наш договор с государством, четко прописанный, который гарантирует права и свободы и определяет развитие страны. В этой студии говорите правду, и только вы определите, так это или нет. Мы начинаем голосование прямо сейчас в социальных сетях нашего канала. Присылайте ваши вопросы туда и на почту присоединяйтесь к нашей дискуссии. Вопрос, конечно, есть у нас. Вы будете голосовать за изменения в Конституции? Общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля. Как готовиться в Крыму? Основной закон страны. Каким будет паспорт России? И ответ на вопрос. Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации? Вы за или против? Эта тема сегодня объединяет всех нас в студии. Я представляю наших гостей. Это Михаил Малышев, председатель избирательной комиссии Республики Крым. Ефим Фикс, первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым. Арман Петросян, адвокат, зампредседателя Крымского регионального отделения Ассоциации юристов России. Руслан Бальбек, депутат Государственной думы Российской Федерации. Сергей Богатыренко, руководитель фракции КПРФ в Государственном совете Республики Крым. Протерей Владимир Кашлюк, руководитель отдела по делам семьи Симферопольской и Крымской епархий. Вечер добрый. Когда-то Пушкин писал Чиадаеву. Клянусь честью, что ни за что на свете не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал. Взгляд Николая Уварова на требования времени. Давайте посмотрим на экран. Самое большое государство на планете осталось оным даже после развала самой большой страны в мире. От Севильи до Гренады, как пел себе под нос в свое время профессор Преображенский, а в нашем случае от Калининграда до Владивостока, Россия правоприемница Советского Союза. В этом году мы отмечаем 30-летие суверенитета. И ведь есть что отмечать от депрессивного лихолетия в 90-е до сверхдержавы в 20-е. Давайте порассуждаем вслух. Достаточно ли современному государству? Одной только армии и новейших ракет для защиты того, что нужно беречь. Особенно трепетно. Разве мы можем потерять наш язык, наш главный коммуникативный инструмент? Конечно же нет. Русский язык по популярности уступает международной сети интернет только английскому. Но, как показывает историческая практика, потерять можно все. За 70 лет существования Советского Союза исчезло более десятка редких языков. В эпоху информационной перенасыщенности один и тот же телевизор с разных частот может подавать одинаковые новости, но под разными соусами. Подмена понятий вещь нехитрая. Купание в грязной воде. Иначе не назвать то информационное пространство, в котором пытались отмыть Крым так называемые западные доброжелатели. Давно и безуспешно скалившие зубы на территории России, которые начинаются на букву К. Калининградская область, Курилы, Крым. И еще один очень важный момент в этой логической цепочке, который красной нитью проходит через все вышесказанное. Защита исторической правды. Сколько раз фасквиллианты и завистники со стороны пытались подорвать наше доверие к друг другу. Самое большое государство на планете нуждается не только во внешней защите, но и во внутренней. Советский Союз в своем стремлении дружить со всеми лишь иллюстрировал грустные строчки из песни Виктора Цоя. У меня есть братья, но нет родных. История ошибок не прощает. Простить их может только Бог. Действующая конституция 1993 года была принята в очень сложный период истории для всей страны. Она занимает второе место по продолжительности жизни среди всех российских конституций. Но, как мы все понимаем, без изменений сегодня невозможно развитие. Ведь основной закон страны — это не абстрактные нормы и декларации. Это документ, который активно влияет на все, что происходит сегодня в обществе. Он воплощается в законах, решениях и институтах. И тогда, в 1993 году, очень многое невозможно было прописать не то, что в основном законе, но и в любом другом, поскольку очень многих понятий просто в 1993-м их не было. Конституция меняется, как и само время, как и каждый из нас. Оно отражает зрелость гражданского сообщества. И я хочу сейчас спросить у каждого из вас, почему изменения необходимы именно сегодня. Пожалуйста, отвечайте коротко и тезисно. Я думаю, главный вопрос, который будет поднят в этих поправках, и для нас, крымчан, весьма важный и главный, — это, безусловно, территориальная целостность. И вот для меня это определяющий фактор в тех поправках, которые будут голосоваться 1 июля 2020 года. Ефим Ильич, почему сейчас, именно сейчас? Изменился мир, изменились отношения между государствами. Из однополярного мира становится очевидным сегодня, что это далеко не так. Сегодня мир становится многополярным. Сегодня на повестку дня выходят силы, политические силы, интересы, стремящиеся унизить Россию, стремящиеся сделать так, чтобы Россия не поднималась с колен, как они себе, вот эти деятели рисовали картинку. Стремление переписать историю, стремление унизить вообще граждан Российской Федерации. Мы говорили, слушали сейчас о языке, в том числе и русский язык. Поэтому сегодня вопросы Конституции — это вопросы жизни государства. Почему защищать Конституцию нужно сейчас, как вы считаете, Армурдович? Сохранение самобытности и стабильности в нашем государстве. Это обязательно. И данные изменения, я полагаю, что давно назрели. Все эти изменения, которые есть, и народ Российской Федерации проголосует, и будут внесены. Я полагаю, что опять-таки же у нас будет стабильность и улучшение всего. Руслан Смилович. Ну, оттолкнусь от ваших суждений. Действительно, в 90-х годах многих понятий и категорий не было. Прозрение человечества происходит только через терминологический аппарат. Хочу обратить внимание, что Россия — это не просто государство, Россия — это цивилизация. И в условиях глобализационных процессов, конкурентной борьбы, когда используется для смены правительств, для концентрации средств производства, средств управления, разные нечестные приемы. Это и санкционная политика, то есть, по сути дела, продолжение войны только иными, незримыми методами, используя идеологическое оружие. Поэтому перенастройка необходима. И впервые мы за всю историю закладываем важные идеологемы в Конституции. Это защита семьи, это упоминание Бога, тех идеалов предков, которые позволят нам при защите и сохранении исторической памяти оставаться самими собой. Сергей, изменения сейчас почему? Потому что мы становимся все чаще свидетелями, что Россия все чаще погружается в кризисы. И мы считаем, что как раз внесение верных поправок в Конституцию могут спасти нашу страну от тех кризисов, в которые она попадает. Это и политические кризисы, и экономические. То есть, кризисы, с которыми мы сейчас становимся свидетелями, попадает наша страна. С позиции библейской антропологии, поскольку наша человеческая природа повреждена, здесь заложена динамика. И мы сегодня живем в период такого нравственного падения, в период беззакония, в период тогда, когда разрушается семья. Ведь семья – это фундаментальное начало. Если разрушается семья, эта тенденция, конечно, коснется и государства. Поэтому мы за стабильность. Перед эфиром мы связались с Андреем Клишисом, председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Он дал нашей программе эксклюзивный комментарий. Давайте послушаем, что он сказал. Президент много раз подчеркивал, что вот этот вот огромный, очень важный для нас багаж, особенно в части прав и свобод, мы должны обязательно сохранить. И это причина, почему мы не принимаем новый текст Конституции, а готовим поправки. Но согласитесь, что страна в 1993 году и сегодня, в 2020, это, ну, можно сказать, что это две разные страны. Мы за последние 20 лет все-таки достигли принципиально другого уровня развития. Это касается и вопросов государственного строительства, функционирования органов власти, вопросов суверенитета и, конечно же, уровня социальных гарантий, которые сегодня уже есть у людей. И люди совершенно справедливо говорили о том, что они хотели бы закрепление этого уровня социальных гарантий, в частности, и тех достижений, которые у нас есть сегодня, например, в сфере суверенитета, территориальной целостности. Они бы хотели закрепление этих вопросов на уровне Конституции, потому что раздаются периодически голоса о том, что, ну вот, может быть, уйдет президент Путин, и тогда можно будет полностью развернуть политику на 180 градусов, пытаться отказаться от очень многих и важных, как политических, так и социальных достижений, социальных гарантий. Поэтому, конечно же, голосование – это важнейший этап в жизни нашей страны. И я думаю, что граждане должны понимать, что это действительно историческое, в чем-то даже эпохальное голосование. Когда говорят о том, что есть вопросы, которые не уровня Конституции, знаете, здесь лукавство содержится определенное, потому что Конституция – это, в первую очередь, основной закон страны. На базе норм Конституции мы строим в целом наше законодательство отраслевое. И уровни Конституции достойны те вопросы, которые действительно беспокоят людей. Эти поправки не стали частью основного закона, они не являются частью Конституции. Но политика сегодня, которую проводят, в частности, федеральные органы власти, говорит о том, что эти поправки, дух поправок, они заложены в те решения, которые сегодня принимаются в стране. Но, коллеги, необходимо понимать, что, да, вот этот период борьбы с пандемией, он ведь завершится в ближайшее время. А важно, чтобы, исходя из этих принципов, которые заложены сегодня в поправках, власть действовала всегда. О необходимости внесения поправок в Конституцию президент России заявил еще в январе, обращаясь с посланием к Федеральному собранию. 11 марта Государственная Дума приняла закон о внесении поправок в третьем чтении, его поддержал и Совет Федерации, и 14 марта документ был подписан президентом. Общероссийское голосование должно было пройти 22 апреля, но и в связи с коронавирусом дату перенесли. Итак, 1 июля, день всероссийского голосования. Вот что сказал президент. Не случайно Конституцию называют основным законом страны. Очень рассчитываю на то, что граждане России примут в определении параметров основного закона в голосовании по поправкам в Конституцию самое активное участие. И важно, чтобы принципы, заложенные в поправках, стали конституционной нормой. Итак, на участки избиратели смогут прийти уже 25 июня. Как сегодня идет процесс подготовки? Насколько мы справляемся, республика? Я хочу сказать, что процесс подготовки, он уже довольно-таки длительный период длится. И вот вы только что отметили, что первоначально была определена иная дата. И именно к этой дате, в общем-то, и готовилась вся избирательная система страны для того, чтобы 22 апреля провести это голосование. Но в силу уже известных обстоятельств, в силу этой пандемии, они, соответственно, были перенесены. И вот сейчас однозначно указом президента определена дата 1 июля 2020 года. Но особенность, наверное, вот этого голосования заключается в том, что голосование будет проходить не только в день 1 июля, но и еще за 6 дней до дня голосования. Именно так определяет законодатель эти даты, не досрочное голосование, а именно голосование до дня даты голосования. И вот здесь вся избирательная система страны и, естественно, избирательная система Республики Крым готовятся полным ходом к проведению этих всех, так сказать, мероприятий, связанных с голосованием. Из того, что сделано, я уже, так сказать, может быть, чуть-чуть забегу вперед. На сегодняшний день однозначно мы подготовлены в плане тех бюллетеней, которые уже отпечатаны и находятся под соответствующей охраной в издательстве Таврида, которые мы будем выдавать с 19-го числа уже непосредственно в территориальной комиссии. Давайте посмотрим на цифры, на мнения россиян. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 75% опрошенных россиян считают, что на избирательных участках могут обеспечить меры санитарной безопасности. 19% считают, что скорее не смогут, 6% затруднились ответить. Вместе с тем, 83% думают, что риска заражения коронавирусом нет. 15% считают, что риск заражения значительный, и 2% пока не могут оценить. К тому же, россияне уверены, чтобы максимально снизить риски распространения инфекции, нужно соблюдать меры безопасности не только самим голосующим, но и непосредственно тем, кто будет находиться на участке. Как вы считаете, сегодня вообще мы в состоянии в республике обеспечить вот эти меры безопасности, Ефим Ильинич? Безусловно, сегодня мы понимаем степень состояния зараженности по республике, мы видим цифры, мы понимаем, что Крым предпринял все возможные и невозможные меры для того, чтобы не получить серьезных проблем, связанных с заболеванием. Это, во-первых. Во-вторых, уже открываются курортные сезоны. 1 июля открытие курортного сезона – это подтверждение тому, что обеспечено в Крыму необходимые меры безопасности для защиты людей. И, кроме этого, что касается избирательных участков, предприняты все меры, которые, чтобы защитить непосредственно членов участковых комиссий, избирательные комиссии, и обеспечить безопасность граждан, которые придут на избирательные участки. Сергей, вы тоже так считаете? Да, я считаю, что санитарная безопасность – это не самый главный вопрос в этой теме. Потому что у нас магазины открыты, места общественного пользования уже открываются. Если мы можем спокойно ходить в магазин, то, я думаю, и на избирательном участке будет точно так же безопасно. Безусловно, здесь и меры безопасности все предприняты органами власти. И, конечно же, здесь важно донести до каждого крымчанина, до каждого россиянина необходимость участия в этом историческом эпохальном событии. Потому что идет перенастройка. И впервые мы становимся зрячими, когда говорим и понимаем, что не только армия и флот, но и основы нашей безопасности закладываются в сохранении семьи, в упоминании Бога, ссылка на эти идеалы, которые нам достались от предков, ну и, естественно, сохранение защиты исторической памяти, ну и особенный статус русского языка, как языка русской и российской цивилизации. Но сегодня же Андрей Клиша сообщил журналистам, что промежуточных итогов голосования их уже не будет. То есть каждый день избирательная комиссия не будет отчитываться. То есть будет только окончательный итог 1 июля, 1 июля после закрытия всех участков. И вот, собственно, я так понимаю, что основная задача, чтобы в эти 6 дней до 1 июля равномерно распределить потоки, чтобы избежать риска заражения. И чтобы не было очереди. То есть у нас такое равномерное голосование. Ну и здесь, безусловно, еще и учитывается удобство для избирателей. Вот, допустим, 1 июля, в этот единый день голосования, когда проходил бы он, это, естественно, скопление людей. И раз это, если мы говорим о возможности защититься от возможных, так сказать, коронавирусных моментов. Ну и самое главное, еще раз хочу подчеркнуть, что различные варианты предусмотрены в течение вот этих 6 дней до дня голосования для того, чтобы каждый избиратель, каждый крымчанин в данном случае имел возможность определить и выбрать путь, по которому он готов проголосовать по этим поправкам. Но в то же время не возникают ли другие риски? Вот такая неделя на голосование. То есть очень много критиков считает, что это повысит риски для фальсификации врус голосов. Как вы считаете? Я могу ответить следующим образом. Во-первых, насчет коронавирусной инфекции. Приведу пример аналогия работы судов. Судебные органы открылись. Был огромный наплыв граждан. Однако все наши крымчане, все приезжие граждане, которые находились на судопроизводстве, они все вели себя дисциплинированно, все надевали маски, поэтому я не вижу никакой проблемы в проведении данных мероприятий, тем более, что избирательный комитет, государственный совет и иные органы государственной исполнительной власти сделали абсолютно все. Я это знаю. Сделали все для того, чтобы наши крымчане спокойно могли прийти и проголосовать. Что касается иных рисков, никаких рисков с точки зрения как адвоката Федеральной палаты я не вижу. Каких-либо провокаций тоже. У нас органы госисполнительной власти работают как часы. Поэтому нет никаких проблем. Есть другая оппозиция. Оппозиция считает, что есть риски? Конечно, есть риски, потому что мы, как участники постоянно избирательных процессов, именно наблюдаем то, что на досрочном голосовании, на обычных выборах, как раз, как правило, творятся всякие непонятные вещи и наибольшие нарушения. А сейчас досрочное голосование, но вот как Михаил Григорьевич говорит, не досрочное, а как бы растянутое голосование, будет целую неделю. Мы прекрасно понимаем, что уследить целую неделю наблюдателями закрыть все участки, чтобы они полноценно наблюдали и смотрели. Конечно, это будет проблематично. И то, что сейчас обсуждается в интернете, это действительно такая есть тревога о том, те ли результаты мы увидим, которые люди выскажут своих людей. Есть такая тревога? Можно я вот скажу? Хотелось бы, чтобы мы обратили внимание, на крымчан сегодня смотрит вся Россия. И здесь, наверное, целесообразно вспомнить о крымском консенсусе, потому что пытаться дискредитировать и опошлять сам день голосования, процедуру, итоги, вот уже начинают буквально с сегодняшнего дня. Это вбросы информационные, идеологические, с целью подорвать доверие, не допустить тех результатов, которые ожидают сегодня все россияне. И поэтому нам надо понимать, что помимо внутренних угроз, которые связаны с чистотой, с открытостью проведения самой процедуры, важно не поддаваться всем этим идеологическим диверсиям, которые будут через социальные сети, через всевозможные информационные вбросы в интернет-сети. И, конечно же, нужно периодически информировать крымчан, чтобы у нас было противоядие против попыток сорвать день голосования и само это эпохальное событие. Отец Владимир. Конечно, с одной стороны, береженого Бог бережет, и все те меры, которые озвучены, они позволяют нам действительно активно действовать и принимать участие в голосовании. Но я хотел бы обратиться для подавляющего большинства наших верующих крымчан, которые все-таки признают, что над нами есть Бог-творец, и напомнить, что с точки зрения теологии над нами действует промысл Божий, который по определению всякому добру вспомоществует, а возникающее через удаление от зла пресекает и направляет добрым последствиям. То есть то зло, которое иногда на нашем пути встречается, Бог его пресекает и направляет добрым последствиям. Хочется верить, что Бог содействует этому доброму процессу. Участие в голосовании, да. Позвольте, да, на протяжении многих лет в Крыму проходили выборы в разные уровни власти, референдумы проводились, и мы участники, непосредственные участники этих всех событий, и все время, накануне, в ходе выборов, после выборов, мы слышали лозунги о том, что фальсификация там, то все, пятое, десятое, но на протяжении, допустим, вот современного Крыма, 20, почти 30 лет современного Крыма, никто так и не сумел предъявить какие-то весомые аргументы, чтобы подтвердить, что были какие-то нарушения. Да, какие-то были нарушения, но они не влияли на результаты, общие результаты. Но тогда в тех выборах заинтересованы определенные политические силы, заинтересованы определенные группы людей. Сегодня весь Крым заинтересован в том, чтобы прошло это голосование и подтвердить легитимность своим голосованием, легитимность несения изменения в Конституцию. Сегодня все заинтересованы в чистоте этого голосования, потому что должна быть легитимность. Поэтому ссылки на то, что кто-то там где-то спалифицирует, там 6 дней, 3 дня, 2 дня, это ссылки, это просто отмазка от того, что просто засветить свое участие или свое присутствие в этом поле, общественном поле. Ну правильно сказали, что участие в голосовании это прежде всего ответственность каждого и у нас есть возможность сделать выбор и выразить свое мнение. Мы же не избираем партию, мы не избираем депутата, мы не избираем там еще какого-то должностного лица. Мы для себя избираем наше будущее не на 5 лет, не на 4 года, не на 6, на многие десятилетия. Поэтому каждый заинтересован в том, чтобы честно прийти и проголосовать. То есть в этой ситуации нет заинтересованных сфальсифицировать. Чего фальсифицировать? Мы же избираем для себя будущее наше. Но критики они есть. Не, не, ну так понятно, должно же быть что-то показательное. Да, позвольте, вот я хочу поддержать. Все аврамические религии, в принципе, говорят именно об этом. И, наверное, 10 заповедей, они перекликаются у всех крымчан, у всех россиян в их ценностных ориентирах. И очень важно, еще раз хочу сказать о том, что под гнетом размывания традиционных ценностей идет как раз-таки вот эта невидимая культурная экспансия, разрушение семьи. И только традиционные религии, традиционные конфессии позволят нам, с учетом, если мы в основном документе в Конституции внесем поправки, которые позволят нам сохранить вот этот нравственный императив, дальше отразить на уровне парламента страны в законодательном поле. Хочу еще раз обратить внимание, ведь каким образом вот законодатели принимают законы? На основе правовой культуры. Правовая культура формируется на основе морально-нравственных идеалов. А морально-нравственные идеалы как раз нам дает церковь, дает муфтият, дает равенат. И все это в совокупности нас цементирует вокруг божественных идеалов, которые устремляются, как сказал президент, далеко за горизонт в поисках чего-то духовного и возвышенного. Вот этим и отличается российская цивилизация от западной. Смотрите, что сегодня Запад навязывает. Разрушение семьи, разрушение, наверное, самого важного, вот, института семьи, когда перестает понимание быть папой и мамой, да, возникают такие понятия новые и дикие для российского буха. Да, родители один, родители два. И мы должны, вот, как, знаете, смело мы в бой, как пелось в военный период, только за свое отечество и выйти, вот, как один, вне зависимости от национальности и вероисповедания, как крымчане, как россияне. И, наверное, очень важно, что мы в этих поправках также и отразим, если говорить о языковом, национальном разнообразии, впервые защиту и сохранность вот этой самобытности, из которой соткана российская цивилизация. У нас есть мнение московского социолога Евгения Копатько. Давайте послушаем, как он считает, почему голосование все же будет длиться неделю. Как он к этому относится? Я оцениваю нормально. Это не референдум, это обращение к населению, то есть с точки зрения, вот, скажем, отношения между государством и обществом, я, честно говоря, особенно на фоне вот всех мировых событий, вообще тут ничего такого, чтобы у меня, как бы там, ну, не то, чтобы не нравилось. Я полагаю, что это та форма, которая приемлема, если люди ее примут, проголосуют, почему бы нет. Я полагаю, что это задача российской власти. Я думаю, что то, что мы видим сейчас происходит в Европе и в Соединенных Штатах, я думаю, что, ну, как бы задача власти этого не допустить. Но я не думаю, что народ этого и общество этого хочет. И поэтому надо понимать, как, ну, я не думаю, что это является, может быть, если хотите, поводом или причиной каких-то там действий. Я полагаю, что ключевые задачи, которые необходимо решать, это все-таки экономические проблемы, а политические задачи, они важны. Во всяком случае, то, что я для себя бы отметил, это все-таки ключевая задача, это то, чтобы суверенитет России был превыше, чем международное право. Ну, если так говорить грубо и прямо. Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. В поправках четко звучит положение о неделимости территории России. Действия, направленные на отчуждение части территорий, а также призывы к таким действиям, не допускаются. Значимость этой поправки сложно переоценить? Я хочу спросить у вас. Ну, безусловно, это фундаментальная поправка. Это поправка, которая принята, может быть, и она принята на уровне международного права. Поэтому внесение именно данной поправки в наш основополагающий закон, безусловно, это правильно. И так оно и должно быть. С точки зрения юриспруденции это тоже правильно. С точки зрения как экономики, социологии, это политологии, это, безусловно, правильно. Хотел бы обратиться ко всем крымчанам и пояснить следующее, что над доведением данных поправок в основополагающий закон работали не только политики, не только политологи, а ученые люди. Это и психологи, это и различные отрасли науки. Поэтому я полагаю, что, еще раз повторяю, скажу, для сохранения понятия стабильности и самобытности именно нужны внесения данных поправок в основополагающий закон. История знает немало примеров. Даже наша российская история, история Советского Союза, знает немало примеров, когда были ситуации, связанные с тем, что руководители пытались осуществить отчуждение части территории или так далее. И сегодня это в повестке дня. Пожалуйста, давайте посмотрим восток Курилы. Давайте посмотрим, что сегодня происходит вокруг Крыма. Давайте посмотрим, что сегодня происходит вокруг других территорий. Вот отдайте, отдайте, верните и так далее. Сегодня, вне зависимости, кто будет возглавлять государство, вне зависимости, кто будет находиться в стенах Государственной Думы или Совета Федерации, Конституция четко говорит, границы Российской Федерации священы и не подлежат изъятию части территории. Это та гарантия, которая дает нам уверенность, что на любом этапе исторического развития у нас все будет хорошо. Но это, прежде всего, укрепление государственного суверенитета. Ну, безусловно, и, видимо, я не случайно именно с этих слов начал, потому что для крымчан это особая поправка. Это жизненно необходимая, жизненно важная поправка, которая будет принята, и я надеюсь, она действительно станет тем фундаментальным моментом для крымчан, которые в 2014 году приняли свое решение на референдуме, и как результат мы являемся частью Российской Федерации. Поэтому я еще раз хочу повториться, что для меня, как для крымчанин, это весьма важно и, наверное, одна из самых главных и основных поправок. И несколько слов буквально об участии. Вот мне кажется, что участие в этом голосовании, оно настолько важно, чтобы каждый человек понимал сопричастность свою к жизни государства. Вот мне кажется, что это очень важно, существенно для будущих поколений. Вы же помните, как сказал президент, что прежде всего участие вообще всего сообщества в внесении предложений по правках, это искренность прежде всего, и вот это ценно. Ну, безусловно, да. И все-таки вернусь еще к одному моменту, мы говорили о защищенности. Мне кажется, нужно еще раз сказать, что предприняты очень серьезные меры для того, чтобы обезопасить всех участников этого голосования. И непосредственно членов участковых и территориальных комиссий, и что самое главное, представители средств массовой информации, наблюдателей. Но что самое главное, чтобы обезопасить крымчан, которые придут и будут участвовать в этом голосовании. Вот для этого еще раз хочу, беспрецедентные меры мы обеспечены уже всем необходимым. И я думаю, что вот вы, все те, кто придет на участки, все те, кто будет голосовать до дня голосования, убедятся, какие это формы, какие это меры. И, безусловно, это возымеет результат однозначно. Сергей, процесс необходимости вообще конституционных перемен, он длился почти, ну, 30 лет. Они продиктованы самой жизнью. Но у противников есть вопрос. Все-таки изменения ради развития или имитация изменений сегодня? Почему такой шквал критики со стороны оппозиции? Ну, я, во-первых, хотел дополнить по поводу территориальной целостности. Коллеги сказали, здесь действительно нельзя ничего противопоставить, потому что территориальная целостность нашей страны – это основополагающее. Но я хочу отметить в то же время, что сейчас территориальная целостность нашей страны защищается статьей 280 Уголовного кодекса, которая как раз и регламентирует ту ответственность за посягательство на территориальную целостность. И я, например, здесь считаю, что внесение данной поправки в Конституцию как бы дублирует Уголовный кодекс, то есть закон, который уже есть, и наша страна защищена. Вы считаете, что поправка не нужна? Да, я считаю, что она… Да, пожалуйста. Удивительно. Да, если вы позвольте, Ефим Зисеевич, но с точки зрения юриспруденции, я прошу прощения, вы выразились чуть-чуть некорректно. Не может Уголовный кодекс, именно кодекс, дублировать основополагающий закон Конституции. Это Конституция, и должно быть указано то, что дальше будет дублироваться… Я имею в виду то, что территориальная целостность у нас и так защищена законом. Вы имеете в виду насчет уголовной ответственности за совершение какого-либо деяния в отношении территориальной целостности? А наш президент, наш народ, если я правильно понимаю, а так оно и есть, мы говорим о том, что в основополагающем законе мы должны прописать о том, что наша страна неделима. Есть целостность, и на этом точка. Как говорил Владимир Владимирович Путин, мы можем что-то приобретать, скажем так, но ни в коем случае не отдавать. И это правильно. Да, Конституция гарантирует неприкосновенность границ и недопустимость изъятия территорий, а Уголовный кодекс, он наказывает тех, которые, возможно, не понимая сути вопроса, будут что-то там вокруг этого пытаться сделать. А может, и понимая сути. А может, и сознательно понимая, что заработать там денег и так далее, и так далее. Поэтому, Конституция, посмотрите, да, можно вносить изменения в законодательство, в том числе и в Уголовный кодекс. Безусловно, можно вносить изменения в Конституцию, это мы увидим, и мы будем принимать участие. Но поставлен вопрос о том, чтобы эти изменения в Конституцию прошли через всенародное голосование. Уже после всенародного голосования, уже дальше вносить изменения в Конституцию, это опять нужно будет через всенародное голосование. Как люди решат, так и будет. Да, это совершенно, я считаю, что просто сравнивать, вернее, вот говорить о том, что зачем изменим Конституцию, потому что есть Уголовный кодекс, а зачем изменим Конституцию, когда есть законы о социальной поддержке. А что мы не знаем, что есть закон о социальной поддержке, о выплате пенсии. А почему тогда коммунисты против? Нет, а что, не понял. Почему коммунисты против? Ну, это же я не знаю, вот Кирилл Васильевич. Нет, самое главное, чтобы соблюдался и закон, и Конституция, правильно? Так это же главное. Конечно. А для этого, Сергей Васильевич, мы с вами депутаты и избранные народом, чтобы обеспечить соблюдение и Конституции, и законов. И кроме этого, есть у нас еще и представители силовых структур, которые в том числе решают этот вопрос. Мы буквально вот несколько, два дня тому назад были, даже вчера, мы были свидетелями, как силовые структуры обеспечили безопасность крымчан, ну, связанной с этой ситуацией по рынкам, если я так скажу. Поэтому каждый должен заниматься своим делом. Но Конституция – это святое. Вот и от Конституции уже отходят лучи законодательства, лучи постановлений правительства, действий органов власти, депутатов и так далее, и так далее. Поэтому Конституция – это становой хребет, как говорил классик, всей нашей жизни. Но почему вы призываете свой актив голосовать сегодня против? Ну, вот вы до этого обратились ко мне и сказали, что мы являемся критиками. На самом деле КПРФ… Вы призываете свой актив голосовать против? Да, КПРФ изначально, как только президент обратился с предложением внести поправки в Конституцию, тут же незамедлительно включился в работу. У нас была создана рабочая группа, обсуждались поправки и предложения, саккумулировались. Более 108 поправок было предложено КПРФ той комиссии, которая занималась как раз поправками. Потом из 108 поправок было вычлено именно 15 самых важных и, на наш взгляд, необходимых, чтобы их внести. Ни одна поправка ни из 15 основных, ни из 108 глобальных не было учтено и внесено. Поэтому было проведено общее собрание, прошло заседание президиума КПРФ, да, и президиум принял позицию, что, учитывая то, что наши поправки не были внесены, которые действительно могли бы помочь развиваться в стране в более, скажем так, в правильном социалистическом русле, поэтому КПРФ их поддержать не может. То есть вы против, вы не доверяете президенту? А причем мы сейчас говорим не о доверии президенту, мы говорим о поправках, вносимых в основной закон. И мы прекрасно должны понимать, что тогда, чтобы людям было понятно, Конституция это такой некий договор между властью и людьми. И хотелось бы, чтобы в этом договоре была обоюдная выгода, понимаете, между властью и населением гражданами. А получается так, что сейчас больше в этой Конституции привилегий получит власть, а люди, проснувшись 2 июля на следующий день, они на самом деле улучшения на себе не почувствуют никакого. Лена, вот я глубоко уважаю Сергея Васильевича, и сегодня мы встречались, Владимир Андреевич говорит, да, есть позиция, это, позиция, это, как бы, это святое. У каждого есть право высказать свою точку зрения. Кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает. В данном случае мы просто увидели, ну, торговлю, но нам не дали, ну, мы не будем с вами голосовать. Значит, мы сегодня должны... Не, а какой торговли? Сергей Васильевич. Какой торговли нет. Нет, ну, да, ну, я мягко сказал торговля, там немножко... Поправки не были рассмотрены в Государственной Думе. Я о чем хочу сказать. Значит, сегодня, заявляя вот эту позицию, о чем говорит Сергей Васильевич, это позиция, мы ее уважаем, нет вопросов. Значит, Сергей Васильевич сегодня против того, чтобы, значит, историческая правда оставалась исторической правдой. Сергей Васильевич и его сторонники против того, чтобы границы государства были священны. Мы как раз за это за все. Сергей Васильевич против того, чтобы семья состояла не из папы и мамы, а папы и родителей один, родителей два. Сергей Васильевич и его сторонники против русского языка. И самое главное, Сергей Васильевич, и самое главное... Ладно, это все вещи. Мы говорим, что народу. Да власть передается, полномочия передается Государственной Думе по формированию правительства. Передаются полномочия Совету Федерации по формированию силового блока. И социальные гарантии, социальная защита находит свое просто красной нитью, проходит через все положения Конституции. Это правда или нет? Мы против этого. Вы против этого? Нет, мы как раз за это говорили. А почему тогда голосуете против? Или не поддерживаете? Ну вот вы сейчас говорите о социальных. В Конституцию вносятся, чтобы МРОД не было меньше прожиточного минимума. Но вот на данный момент, если это примется, люди почувствуют там на 100 рублей разницу. А в Крыму на самом деле МРОД на 100 рублей. Вы против социального блока? Нет, а МРОД сейчас в Крыму на 100 рублей больше, чем прожиточный минимум. У нас прожиточный минимум 11 тысяч с копейками, а МРОД у нас 12-130. И против индексации пенсии в том числе, да? Индексация пенсии должна происходить на уровень поднятия цен на продукты за предыдущий год. Понимаете, когда мы индексируем нищенские пенсии и нищенские зарплаты, то индексация получается очень маленькая. И не учитывается то, что у нас рост на продукты, на тарифы. Все взлетает гораздо быстрее, нежели та индексация копеечная. Но вы же прекрасно понимаете, сколько индексации пенсии сейчас получают пенсионеры. Вы сегодня цитировали Пушкина. Считаю, что Пушкин это пророк русской цивилизации. У него есть хорошее такое яркое произведение «Клеветникам России». Я считаю, что поправки в Конституции это как раз-таки ответ к «Клеветникам России». Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы какие-то силы внутренние, либо внешние сорвали голосование. Чтобы действительно мы смогли совершить, наверное, такой важный исторический акт в своей жизни. И закрепить на уровне основного документа страны в качестве высшей ценности идеалы семьи. Закрепить ту нравственно-духовную основу, фундамента всей российской цивилизации. Чтобы она отражена была в основном документе, но, естественно, открыла путь для законотворческой деятельности. И, конечно же, чтобы мы не пришли к тому пути, когда через какие-то десятилетия, а может быть века, каким-то образом кто-то захочет поменять через принятие каких-то законодательных актов. Вот те нравственные ориентиры, то устремление России как не просто державы, а как цивилизации, которая показывает сегодня альтернативу для западной цивилизации, для восточной цивилизации. И обратите внимание, если восточная цивилизация показывает концепцию видения будущего, что, скажем так, монолитную, то есть моноэтническую, монорелигиозную западная цивилизация вообще стирает традиционные ценности и формирует, скажем так, бездуховное общество, то российская цивилизация, и в Конституции это будет отражено, естественно, в виде тех поправок, которые закрепляют возможность сохранения и защиты этноязыкового, культурного разнообразия России, ну и, конечно же, особый статус русского языка, в котором мы должны быть все заинтересованы, вне зависимости от этнического происхождения. Ведь русский язык сегодня это язык науки, язык достижения России, и, конечно же, как язык, который позволяет нам всем слышать и понимать друг друга. Очень много вопросов вокруг поправки о памяти предков и вере в Бога, очень много дискуссий и споров, вот как она звучит, эта поправка. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. Но ведь эта поправка, она сегодня вовсе не означает, что Россия перестает быть светским государством. Действительно, нужно отметить, что все вот эти поправки, которые выносятся в нашу Конституцию, они никак не будут, скажем так, доминировать, что там церковь начинает быть государственной религией, там независимо, да, православль или какая другая. Мы работаем по принципу сработничества. И когда мы говорим о системе наших ценностей, вспоминаются слова авторитетного учителя Блаженного Августина, учитель церкви, который говорит, что во главном должно быть единство, во второстепенном свободе или инакомыслии, и во всем любовь. Мы любим свою Родину, мы за единство, мы за историю. И когда мы говорим о Боге, вспоминаются, конечно, слова Федора Михайловича Достоевского, который говорит, что если Бога нет, то все дозволено. Поэтому мы желаем, чтобы Бог присутствовал и напоминал нам о нравственной ответственности. А нравственность — это корневая система. А если корневая система уничтожается, дерево не только свой плод не даст, оно просто рухнет. Вот эти тенденции, к сожалению, мы наблюдаем в нашем обществе, в нашем государстве. Вы согласны, Сергей? Конечно. Нравственность является краеугольным камнем. Именно нравственность отделяет добро от зла. Именно нравственность отделяет топор дровосека от топора убийцы. Поэтому, конечно же... Эта поправка должна быть в институции. Ну, нравственность, совесть, конечно. Я вам еще раз хочу сказать, что вот мы сейчас пытаемся с вами обсуждать поправки, каждую поправку по отдельности, копнуть поглубже, где мы против этого. Мы, на самом деле, КПР выступает со своей политической позицией. Мы не призываем, как некоторые, вы знаете, сейчас либеральный блок призывает бойкотировать выборы. Вот это я считаю действительно... Вы призываете не голосовать за поправки? Нет. Мы призываем людей прийти на избирательные участки и выразить свою позицию. Выразить позицию можно двумя способами, которые указаны в официальном бюллетене. За либо против. Наша позиция против. Мы не саботируем, понимаете, избирательный процесс. Но вы должны понять один момент, что мы сейчас пытаемся углубиться в каждую поправку. Вы пойдете голосовать? Ну, конечно. Но поправки мы будем принимать пакетом. А что вы можете в этом пакете принять? Если бы были представлены все поправки, да, и можно было бы за каждую проголосовать. Это я поддерживаю, это не поддерживаю. То есть, Сергей, вы против? Да, мы будем голосовать против. Вы будете голосовать против? Да, я буду голосовать против. Но вы знаете, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 43% сторонников вашей партии будут голосовать за. 39% будут голосовать против. То есть, такой раскол сегодня наблюдается. Нет, раскола нет. Позиция у нашей партии, у наших сторонников будет единая. И мы сейчас как раз пытаемся тех людей, которые хотят отсидеться на диване и показать свою вот эту вот позицию, я считаю, такую бесхребетную, и называют это не голосовать, да, бойкот. Мы выступаем против бойкота, потому что позиция, это действительно основополагающий закон. И мы должны принимать активное участие в жизни нашей страны. Вы предлагаете какое-то свое голосование сегодня? Сейчас, да, сейчас. А это возможно, отдельное голосование? Ну, у нас не отдельное голосование, дело в том, что, учитывая, что наши 15 поправок, не, ну вы не смеетесь, учитывая, что наши 15 поправок не были учтены, сейчас был разработан, как бы, идет народный референдум, народное голосование. Мы запустили сайт на базе, ну, центральный комитет запустил официальный сайт по голосованию именно за наши поправки. Сейчас мы это пустим в живую дару. Но это социальный опрос, это не голосование, называйте это как есть. Ну, так же, как и социальный опрос 1 июля, это тоже социальный опрос. Ну, юридический-то. Задача этого социального опроса... 1 июля, это общероссийское голосование. Вот именно так называется эта ситуация, которая будет... Ну, называется, да, но на самом деле является обычным социальным опросом, социологическим. Причем прошедшая определенную процедуру, которая основывается на указах президента и законе, который специально определен для того, чтобы было проведено данное голосование. Поэтому КПРФ как бы запускает альтернативное свое голосование по своим поправкам, где люди могут именно проголосовать за или против наших 15 основных поправок, чтобы показать, что те поправки, которые вынесла КПРФ, действительно близки людям и действительно они были важны. Но юридический. И неправильная позиция, что они были... В Госдуме же вашей поправки даже не... Сергей Васильевич, да, партия имеет право там все делать, все, что она хочет, это ее... Но то, что не идет в разрез законодательства и Конституции, безусловно. Я просто хотел, понимаете, вот есть группа поправок, которая сегодня предлагается. Вот против какой поправки конкретно, не взагалей, что вот там мы, кто-то не учли нас и нас учли, против какой поправки выступает КПРФ вот в совершенно конкретном документе поправках Конституции Российской Федерации. Совершенно конкретно. Против того, чтобы не было двойного гражданства у депутатов и у президента. Против того, чтобы не было счетов заграничных банков. Так, этой же поправки не будет по поводу имущества. Имущество за границей убрали из... Но счета ставили, имущество... Почему? Человек приобрел имущество на законных основаниях, задекларировал это имущество. В чем вопрос? А счета это немножко другая история. Счета, да, счета это инструмент финансовый. Да, это уже другая история. Это другой вопрос. А как раз таки по недвижимости, по имуществу, это принципиальный вопрос, который действительно из поправок убрали. Я считаю, это было совершено... Сергей Васильевич, вы заработали эту сумму денег, поехали, приобрели себе какое-то имущество за границей. Вы его законно заработали деньги, законно приобрели. В чем вопрос? В чем вопрос? Когда у вас есть мешок денег, и вы вместо того, чтобы в банк российский положить, вы вывозите за границу в офшоры и там закладываете вот это, тогда вы нарушаете... Ага, так вы покупаете недвижимость за границей и отдаете свои деньги тоже самое за границей. Сергей Васильевич, если вы незаконно приобрели имущество, не задекларировав денежные ресурсы, то то, что вы говорили, закон, он будет действовать, имеется в виду уголовный кодекс, он будет действовать не закон, а антикоррупционном законодательстве. Сергей Васильевич, вы говорите абсолютно правильные вещи, но вы говорите какую-то такую идеальную систему, показываете. На самом деле мы прекрасно с вами становимся свидетелями тех интернет расследований, когда мы видим в открытую, что сейчас представители высших эшелонах власти практически покупают недвижимость за границей за баснословные деньги. И вы говорите, это нормально, они их заработали, задекларировали. Есть такие, которые незаконно покупают, они теряют должность и садятся там, пополняют ряды тех, которые... Ну пока такого еще не было, чтобы пополнили ряды. Сергей Васильевич, дорогой мой, но пример КПРФ тоже очевиден во время президентских выборов, давайте мы не будем уже углубляться в эту историю, тоже очевиден. Почему, можно назвать фамилию Павла Николаевича Грудина, действительно заслуженный уважаемый человек, который создал народное предприятие и все деньги, которые зарабатывает его совхоз, он вкладывает в развитие совхоза и как раз благосостояние своих работников. А фамилии коррупционеров, о которых вы говорите? Коррупционеров? Мы же хотели озвучить. Ну мы в интернете, вы посмотрите, зачем мы будем загрязнять ваш эфир фамилиями высшего руководства. Вы знаете, все-таки сильная конституция сегодня это главное и основной инструмент защиты суверенитета России, обеспечения принципа народовластия страны. И с нами сейчас на прямой связи город-герой Керчь, Светлана Ермильченко. Свет, добрый вечер. Как считает у вас, что новая конституция даст простым гражданам? Здравствуйте, Елена. Добрый вечер, уважаемые гости в студии Симферополя. Жители Керчи, обычные граждане будут голосовать прежде всего за социальные гарантии. Я вам хочу представить, рядом со мной сейчас находится глава муниципального образования городского круга Керчь, Ольга Солодилова. Ольга Станиславовна, добрый вечер. Добрый вечер. Ваша деятельность, деятельность депутатского корпуса прежде всего связана непосредственно с общением с людьми. Вот что они говорят? Действительно, мы часто встречаемся с людьми и хочется сказать, что каждая категория населения находит свою поправку, которая близко ему по духу. Очень многие говорят положительно о поправке, о защите исторической правды. Россия является преемником Советского Союза и наши традиции должны быть защищены и вера в Бога, и историческая правда, и недопустимость умоления подвига российского народа в борьбе за свою свободу при защите Отечества. Мамочкам и среднему населению среднего возраста, конечно, импонирует то, что дети являются достоянием Российской Федерации, и для них должны быть созданы все условия для их развития. Конечно, многим, всем почти нравится доступность медицинского обеспечения, доступность медицинской помощи. И, конечно, это культура, защита русского языка. Русский язык является языком государства, образующего народа, но равно и языки других народов, и культура других народов находятся под защитой государства, и государство обеспечивает их развитие. Вот сейчас в городе идет активная подготовка участков к голосованию. В этот день какие будут действовать правила? Значит, обязательно должны быть соблюдены правила защиты, так как еще коронавирусная инфекция не отступила. И это обеспечивает наша территориальная избирательная комиссия. Средствами защиты будут обеспечены все люди, которые придут на участки для голосования. Это перчатки, это маски, это одноразовые ручки и расстояние соблюдение между друг другом. Также хочется сказать, что голосование в этот раз будет начинаться с 25 числа. То есть те люди, которые по каким-либо причинам не могут прийти 1 июля на голосование, они имеют право написать заявление, чтобы к ним пришли либо на дом голосовать, либо они взяли открепительный талон и к ним придет избирательная комиссия с наблюдателями, с урной, чтобы они высказали свое мнение. Агитирую всех прийти на голосование. Это наш закон, по которому мы должны все жить в государстве. Я вас благодарю за то, что вы нашли время, дали нам интервью. Елена, у нас вся информация. Студия, вам слово. Да, спасибо, Светлана. На связи со студией был короткий рой Керчь. Вы хотели что-то сказать, да? Да, безусловно, у нас не существует такого понятия, как открепительные талоны. Керчь думает иначе. А? Да, да. Керчь есть. Керчь будет соблюдать все те же правила, которые характерны и определены для всей страны. Поэтому вот это досрочное голосование тоже как такового понятия, уже несколько раз повторяюсь, нет. Но есть формы, которые позволяют действительно на протяжении вот всего этого периода времени с 25 числа всем желающим соответствующим образом проголосовать. Мне было очень приятно услышать о том, что оказывается у нас именно территориальная комиссия города Керчи уже обеспечила всех и вся, так сказать, этими масками и так далее. Ну, действительно, эти маски работают сейчас в территориальных комиссиях, а все необходимое, так сказать, то, о чем мы говорили, оно, естественно, будет уже в период, когда начнут работать участковые комиссии, а начнут они, соответственно, работать с 16 числа. Отец Владимир, Конституция должна выражать на языке права основные ценности нашего общества. Вот эта степень защищенности семьи, права детей – это важный показатель социального. Социальная ответственность и социальных гарантий государства сегодня? Безусловно, потому что семья – это то, что мы именуем как ячейка общества, да, и если она переживает определенного рода кризис, это все будет сказываться и, в принципе, на всем состоянии и нашего общества, и государства в целом. Когда мы говорим о наших ценностях, важно подчеркнуть, что наши традиционные духовно-нравственные ценности еще именуются как фундаментальные ценности. Вот на этом фундаменте строится большой дом, да, крепкий, который не будет никогда рушиться под влиянием разного рода там течений и влияния ветров, особенно которые мы наблюдаем из Запада. И сегодня бы хотелось отметить, наблюдая над этой острой дискуссией, которая нарастает, что наглежит между вами быть и разномыслие, сказано в Священном Писании. В этом разномыслии рождается искусство, да, искусственный человек. И мы хотим подчеркнуть, что всякий раз, когда человек опирается на традиционные ценности, когда опирается на Священное Писание, прежде всего, когда ориентируется на слова, которые мы находим «одай Богу Божий, а кесарю кесаря», тогда, конечно, рост, тогда, конечно, будет благо. Бог от нас ждет, чтобы наша нравственность только развивалась. А когда мы отдаем кесарю кесаря, речь идет о том, чтобы мы поддерживали динамику и мнение общества, потому что церковь – это и есть общество, и она не может быть отделена. Я предлагаю посмотреть на промежуточные итоги нашего голосования. Я напомню, что в самом начале программы мы спрашивали, вы будете голосовать за изменения в Конституции? Итак, 58% будут голосовать, 42% голосовать не будут. После короткого перерыва мы продолжим обсуждать изменения в Конституцию. Не переключайтесь. Вы смотрите общественно-политическое ток-шоу «Говорить правду». Конституция адаптируется по требованию общества. Страна не могла не измениться с 1993 года. Мы не переписываем Конституцию, мы приводим ее в соответствие со временем и с нашими реалиями. К нам присоединился Анатолий Аксаков, представитель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку. Анатолий Геннадьевич, добрый вечер. Почему обновление необходимо сегодня? Ваше мнение. Я думаю, что оно было необходимо и вчера. Я депутат достаточно давно. И был период, когда, например, министры приходили в Госдуму формально зачитать текст, который им подготовили помощники. Ну и несмотря на возмущение депутатов, на критику, спокойно, посмеиваясь, уходили. Потому что они не зависели от воли депутатов. Ну и в том числе это закреплено в законодательстве. В том числе в Конституции. Потом ситуация несколько поменялась, особенно в этой Думе, когда благодаря позиции председателя парламента министров начали чехвостить. Одного из министров вообще прогнали из Госдумы, когда он не смог отвечать на вопросы. Но тем не менее формально он не зависит от депутатов. И хотя они сейчас приходят и потеют, но освободить этого министра, поставить вопрос об его отставке Думы не имеет права. Теперь в Конституции будет закреплено право. Я уверен, что народ эту позицию поддержит. Что депутаты утверждают министров. То есть будет приходить кандидат министры, выступать, рассказывать программу, что он собирается делать, а потом будет отчитываться. У нас есть правительственный час, когда они приходят и отчитывают. Естественно, если он будет отчитываться не так, не в соответствии с тем, что он обещал, то будут возникать вопросы. Вполне возможно, может быть поставлен вопрос и об отставке такого министра. Естественно, по-другому будут работать, будут выполнять то, что обещали. В том числе те социальные программы, о которых вы дискутировали прежде. Но будут и другие. Вот коллега говорил о том, что должны быть более высокие социальные нормативы и так далее. Естественно, об этом будем ставить вопрос. Очевидно, министры будут такие обещания давать. Естественно, депутаты будут требовать, чтобы такие высокие нормативы выполнялись. Но минимум обязательно должен быть закреплен в Конституции. Вот ниже чего нельзя отступать. Это должно быть закреплено в Конституции. И то, что минимальная заработная плата равна прожиточному минимуму, это должно быть четко зафиксировано. У нас, к сожалению, бывали случаи, когда минимальная заработная плата не соответствовала. Причем намного не соответствовала. Руслан Смирнович, что вы поддерживаете, чтобы ответственность депутатов была более высокая? Конечно же. Во-первых, нужно говорить о том, что перенастройка глобального государственного аппарата говорит только в первую очередь о стабильности. Только в кризисные исторические моменты идет концентрация власти в одних руках. То есть здесь мы видим, распределяется некий баланс политических сил, большое доверие, безусловно, парламенту страны. И это только о зрелости нашей государственности говорит. И, конечно же, это важный рост и развитие России в целом. Это принцип единства публичной власти. То, что местное самоуправление, оно сегодня встраивается в эту вертикаль. Для меня крайне важно, я вот на всех публичных площадках стараюсь об этом говорить, это даже при отрицании государственной идеологии, я являюсь сторонником наличия таковой, важные отражены будут, даст Бог, если люди поддержат, идеологемы, которые позволят нам сохранить традиционные ценности. Потому что, о чем Ефим Зисович сегодня вспоминал, этот предотвращенный теракт, это как раз-таки есть идеологическое оружие, экспансия экстремистских идеологий, которые позволяют людям выходить за рамки общепринятых ценностных ориентиров. И, наверное, отсылка к Богу, это согласен я и с притереем Владимиром, это ни в коем случае не несет каких-то теологических смыслов, а говорит о том, что мы через вот эти общие идеалы аврамических религий, вот 10 заповедей, которые, в принципе, и формируют представление у всех этносов, у всей российской нации, представление о добре и зле, позволят нам фундаментально в основном законе закрепить и даже не допустить, чтобы кто-то ставил под сомнение. Вы вспомните до 2014 года, когда Запад давлел над Украиной в обмен на какие-то международные транши, заставлял принимать антидискриминационные законы, которые позволяли узаконить однополые браки. Потом мы видели эту вакханалию в виде этих гей-парадов, когда меньшинство пыталось навязывать большинству ложные ценностные ориентиры. Конечно же, все, что мы сегодня сделаем, и я уверен, что крымчане должны, действительно, как и все россияне, выйти, проголосовать и защитить российскую цивилизацию, защитить семью, защитить наши нравственные идеалы традиционные. И вот, кстати, по опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения, 67% россиян готовы принять участие в голосовании 1 июля, 61% из них проголосуют за. Это данные опросов ЦИОМа. Давайте вернемся к поправкам. Одна из них, Арман, о судебной системе. Что изменится? Насколько эти коррективы сегодня необходимы? Я скажу следующим образом. Если вы позволите, чуть-чуть отойду назад. С 2014 года наша организация под названием Крымское региональное отделение Общероссийской общественной организации Ассоциации юристов России вместе с органами государственной исполнительной власти, правоохранительными органами начала реализовывать программу интеграции Крымчан правового поля Российской Федерации. С 2014 года по сей день мы приняли и бесплатно проконсультировали более 25 тысяч граждан. Мы участвовали, оказали бесплатную правовую помощь, чтобы вы понимали, абсолютную бесплатную правовую помощь. Участвовали на судебных заседаниях более 12 тысяч. К чему я это хочу привести? Мы постоянно ведем мониторинг единообразия применения закона. Мы ведем мониторинг судебной системы правильности применения закона. Безусловно, не вмешивая судебную власть. Я полагаю, что на сегодняшний день, как адвокат, как председатель Крымской республиканской коллегии адвоката Варма, что необходимо внесение изменений поправок именно касающиеся понятия судебной системы. Зачастую, к сожалению, но зачастую мы сталкиваемся с тем, что один и тот же судья принимает по идентичному делу разнообразные решения. У нас должно быть единообразие закона. Я вам скажу следующее. Гражданину, если так можно выразиться, если так можно выразиться, абсолютно все равно, что будет происходить, если он будет точно и твердо знать о том, что закон един для всех. В данном случае это важно по судебной системе. Именно судебная система зачастую, если не сказать, что 80%, дает нам понятие того, что мы живем в стабильном государстве. Кто бы то ни был, вы знаете, что к адвокату приходят разные слои населения. К нам приходят люди, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Это не только бабушки и дедушки. Это в том числе и средний класс, который лишился всего и из-за неправосудного, незаконного решения. Для нас, для адвоката абсолютно все равно. Это будет либерал, нелиберал, демократ и так далее, и тому подобное. Мы всем оказываем одинаково профессиональную, грамотную, юридическую помощь. Но, если мы берем 100 человек и 100 человек, 95 хотят голосовать именно за данные изменения. Почему? Потому что они читают, они понимают, что это такое. Это подчеркивание нашей незыблемости. Общественный запрос. Двое человек или трое человек просто лишь не знают, что это такое. То есть они не информированы и всего лишь один человек спорит ради того, чтобы только спорить. Вы знаете, очень много сейчас недостоверной информации в социальных сетях, фейках, о которых мы уже говорили. Их сотни о поправках в Конституцию. С каждым днем их становится все больше. С нами сейчас на прямой связи из Москвы директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Екатерина, добрый вечер. Какие самые распространенные фейки сейчас в социальных сетях? Сколько их на сегодняшний день? Добрый вечер. На сегодняшний момент, к концу вечера, мы обнаружили 548 уже фейков о предстоящем голосовании Конституции. Мы начали этот мониторинг 5 июня. И вы видите, что количество фейков увеличилось почти в три раза. Какого рода это недостоверные сообщения? Во-первых, был распространен фейк достаточно активно о том, что в голосовании можно принять участие, не предъявив никакого документа. То есть вы получите бюллетень без предъявления паспорта. Естественно, что эта информация не соответствует действительности. И ее можно легко проверить, открыв сайт Центральной избирательной комиссии. Также был распространен фейк о том, что без вакцины, без прививки от коронавируса человек не сможет принять в голосовании участие. Естественно, эта информация также не соответствует действительности. И никаких таких норм не содержится в предстоящих правилах предстоящего голосования. Еще один фейк, который был распространен очень активно и во многих социальных сетях он до сих пор гуляет. Это информация о том, что в поправках, за которые мы все будем голосовать, содержится фраза о том, что дети являются достоянием государства. И такая фраза действительно содержалась при рассмотрении этого законопроекта в первом чтении. Но ко второму чтению она была из текста убрана и она была заменена другой формулировкой о том, что дети являются приоритетом государственной политики. Еще один фейк, который появился в последние дни, это информация о том, что Центральная избирательная комиссия отстранила средства массовой информации от подсчета голосов. Информация эта также не соответствует действительности. В правилах, в порядке проведения голосования, пункт 3.3 и пункт 3.4 содержит всю необходимую информацию относительно порядка участия средств массовой информации в голосовании и в подсчете голосов. Екатерина, спасибо вам большое. Спасибо, что вышли с нами на прямую связь. Из Москвы была директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Какие самые необычные фейки слышали вы? Михаил Григорьевич. Ну, вы знаете, мы настолько сейчас погружены в те задачи, которые стоят перед избирательной системой, в частности, Республики Крым, что на фейке нет, откровенно говоря, времени. Но, в принципе, все крутится вокруг того, что не будет достаточным образом обеспечена безопасность. Безопасность имеется в виду коронавирусную и так далее. Поэтому здесь, наверное, есть смысл еще и напомнить, что в период разгара пандемии в целом ряде стран были проведены выборы, в частности, в Южной Корее. И еще в нескольких странах, и в Европе. И никаких всплесков, и каких-то, так сказать, явных всплесков того, что именно выборы повлияли на вот этот всплеск, как таковых не было. Это однозначно не зафиксировано. Но я еще раз хочу подчеркнуть, и это неоднократно говорила и председатель Центральной избирательной комиссии, Александр Панфилова, о том, что предприняты беспрецедентные меры для того, чтобы во всех сферах, которые будут, так сказать, задействованы в голосовании, максимально защитить всех участников избирательного процесса. Наблюдатели будут? Да, безусловно, будут наблюдатели. И вот сегодня наблюдатели от общественной палаты, причем именно через общественную палату имели возможность, имеют возможность участвовать и представители различных партий для того, чтобы фиксировать и наблюдать за тем, каким образом будет осуществляться это голосование. Здесь я хочу абсолютно уверенно Сергея Васильевича успокоить, что все те результаты, которые будут получены в результате голосования, они будут четко и абсолютно честно отражены в тех протоколах, которые будут результатом этого голосования. Я успокоен, потому что мы тоже будем наблюдатели. Безусловно, это право, которое предоставлено, я вам скажу больше. Мы защитим и ваших представителей всеми теми средствами, которые будут необходимы для голосования. Это обязанность избирательной системы Крыма в частности. У нас сегодня более трех тысяч наблюдателей, которые изъявили желание через общественную палату Республики Крым будут принимать участие в контроле за ходом голосования и политической партии. Сергей Васильевич заявляет о том, что и их партия будет представлять своих. Чем больше будет наблюдателей на избирательном участке, но, безусловно, не мешая избирательному процессу, не нарушая санитарные нормы, тем более убедительными будут результаты. И вот эти фейки, конечно, но люди сидят, живут на этом деле. В каждое время, в любое время были люди, которые вбрасывали всякую гадость, и потом иди докажи, что это все не так. Поэтому, чем больше будет наблюдателей, и не только на избирательном участке, но и при голосовании на дому, при голосовании на общественных территориях, при домовых территориях, это гарантия того, что будет обеспечена прозрачность, объективность голосования. Поэтому, я думаю, сегодня и власть, и избирательная комиссия, территориально-избирательная комиссия и республиканская, наоборот, заинтересованы тем в том, чтобы было прозрачно, публично и открыто. Вы знаете, есть даже фейки о том, что новые поправки Конституции, они уже приняты, уже можно просто в магазинах купить текст основного закона страны с изменениями, все уже отпечатано. Вот зачем хайповать на Конституции? Знаете, вот те изменения, которые вносят Конституцию, сделают Россию сильнее в правовом смысле, и это пугает в том числе наших противников, соперников, можно говорить, и врагов. И вот говорят о фейках, что это наши внутренние блогеры или еще кто-то, недоброжелатели. На самом деле, Запад мощно включился в пропаганду и в распространение недостоверной информации, дискредитацию поправок, и, естественно, мы должны это понимать, потому что Запад видит, что эти поправки сделают нашу страну сильнее. Я сам представляю фракцию «Справедливая Россия», я работаю в ней, и мы тоже предлагали поправки, я хотел коллеге сказать о том, что не все наши поправки приняты, не все, много из них не принято, но многие и поддержаны. И мы, естественно, поддерживаем вот эти поправки, потому что они укрепляют нашу страну. И здесь вот мы недавно собрание проводили «Справедливая Россия» в Крыму, я удивился, что молодежь рвется просто быть в наблюдателях, причем они с позитивом к этому относятся. И я говорю, денег-то вам платить не буду, чего вы хотите, нам интересно, мы хотим смотреть. Активная гражданская позиция, участие. Мы хотим быть вовлечены в принятие нового содержания Конституции, понимаете, вот у молодежи желание быть сопричастными к тому, что принимается на самом деле исторический документ. И я считаю, что наши коллеги из КПРФ тоже должны понимать, что выступая против поправок, они фактически помогают нашим западным противникам. Абсолютно не согласен, мы не помогаем, мы просто высказываем свою позицию. И не только помогают, они поддерживают. Да, ну прекратите вот эти вот кривды рассказывать, говорите правду, видите, написано «говорите правду», а вы говорите неправду. КПРФ выступила со своими поправками, и вот чтобы вы понимали, и вот телезрители, и чтобы вы понимали. Мы за те, которые поправки вы сейчас озвучиваете, они многие важные и справедливые. Но мы считаем, что эти поправки являются косметическими. И мы выдвинули поправки, вот эти 15, фундаментальные. Это все равно, что, знаете, представьте, то, что мы говорим, что Конституция нуждается в ремонте, 100% с 93-го года, об этом постоянно говорим, что необходимо. А вы закладываете фундамент. Да, и мы сейчас говорим о том, что когда здание пошатнулось, оно разваливается, нужно укреплять фундамент, а не наклеивать красивые обои. И в студии рассказывать, посмотрите, какие у нас красивые обои. Обои очень красивые, многие важные и необходимые. Но фундамент хрустит, и если не менять, не усиливать фундамент, то здание все может рухнуть, и обои не помогут. Я просто говорю таким простым языком, чтобы понимали, в том числе и телезрители. Знаете, в начале 2000-х годов действительно фундамент трещал. И когда фракция КПРФ имела большинство в Государственной Думе, трезв стоял еще больше. Поэтому сейчас говорить о том, что фундамент трещит, не приходится. Достаточно мощная основа у государства, и эта мощная основа получит теперь еще правовое обеспечение. Вы это должны понимать. И если вы выступаете против этого правового обеспечения, укрепления фундамента реального, и больше мощи этого фундамента, то на самом деле помогаете нашим недоброжелателям. Я прошу вас, углубитесь в эту ситуацию. Здесь политики должно быть меньше. Здесь должно быть понимание, что очень важно в этот трудный период, непростой период, нам как раз выступать вместе. Особенно по фундаментальному закону, который будет определять будущее нашей страны. Может, проблема еще в том, что очень низкая правовая грамотность, и поэтому такие суждения. Елена, уважаемая, если мы были бы, жаль, если мы были бы сегодня на судебном процессе, судья бы задала один вопрос. Если мы уже действительно говорим правду, конкретно, вот как сказал Ефим Зищевич, скажите, те поправки, которые собираются вносить, дали нам, народу, для того, чтобы мы приняли решение, да или нет, что плохо? Конкретно пункт – это плохо. Конкретно другой пункт – это плохо. Мы говорим именно о том, что дали возможность там голосовать. Так что же плохо? Все то, что сегодня, я прошу прощения, мы слышали в студии, только хорошо. И мама, и папа, и целостность государства, и судебная система, и ее изменения, которые действительно требуют изменений. Так что же плохо? Ну, например, вы говорите по судебной системе. Но, я считаю, вот та поправка, которую мы внесли, гарантировать именно реальную независимость системы, именно в виде избрания судей, чтобы судей были выборные, и мировые суди, и районные, и городские. Но у нас сейчас нет выборности судей, они назначаются. Поэтому о независимости судебной системы мы не можем в полной мере говорить, потому что судья прекрасно понимает, от кого он зависит, кто его назначает. И мы видим судебные перегибы, да, в судебных решениях. Поэтому о независимости судей, вот вы обсудили, я, например, немного не согласен. Вот сейчас хочу просто вот закрыть уже тему фейков, да, чтобы мы дальше продолжили это. Почему рождаются фейки? Потому что сейчас мы ограничены в общественном именно обсуждении поправок, чтобы было разъяснение. Вот я распечатал, распечатал, ну как это? Вот смотрите, 68 страниц это поправки в Конституцию, понимаете? Когда люди читают, здесь же написано сухим юридическим языком. Есть кривотолки, поэтому и народ там и обсуждает в интернете. Потому что люди не знают на самом деле всех тонкостей, которые вносят. Обсуждения как такового не было. Позвольте, вот ключевая фраза, это понимание. Каждый в меру своего понимания действует в своих интересах, в меру непонимания, в интересах тех, кто понимает больше. Я полностью согласен, что воспринимать нужно появление ложной информации, фейков, вот это колоссальное давление на общество, как идеологическую диверсию, как попытка подорвать доверие граждан, не допустить голосования. И, конечно же, хотелось бы, чтобы мы отличились вот этим крымским консенсусом, чтобы не дали возможности и повода каким-то образом внешним силам усомниться в легитимности всех этих процессов, которые связаны с эпохальным историческим событием. Такой вот глобальной перенастройки государства, вот, и здесь поддержка вот каждой политической силы, каждого человека очень важна. Поэтому хочу обратить внимание, фейки будут только увеличиваться, то есть в количестве, в качестве, возможно, какие-то диверсии идеологического характера. И попытка вот наших, точнее, не попытка, а результативное задержание вот этих экстремистов на территории республики и подготовка терактов говорит о том, что Запад будет использовать любые инструменты влияния для того, чтобы не дать возможность усилиться России. Вы знаете, вот такая дискуссия здесь возникла по поводу фейков и справедливости, несправедливости, правильности выборов судей или неправильности, развала государства. Вот сейчас вот, как высказывания были. Давайте мы начнем с избрания мировых судей. Впервые в истории Крыма мы столкнулись с необходимостью формирования мировой юстиции, судебной юстиции в республике Крым. Сергей Васильевич свидетель того, он сам не только свидетель, он участник, он непосредственный, вот, участник того голосования, когда суди, при кандидаты на должность суди выходили перед залом депутатами государства Совета Республики Крым и клялись, вот, и он сам голосовал, поддержать или не поддержать того или иного судью. Поэтому, да, безусловно, есть к судебной системе, есть вопросы. Судебная система нацелена, настроена на обвинительный, ну, на мой взгляд, на обвинительный процесс. Но это в процессе должно решаться, должно приводиться в соответствие. И те поправки Конституции, в том числе, Советов Федерации поручение, Конституция дает поручение Совету Федерации о том, чтобы, как работать с судьями и принимать решения по их отстранению. И что касается государства, вот, рушится государство, трескается и так далее. В 2014 году Россия подверглась, ну, до сих пор подвергается просто колоссальному давлению со стороны Запада, Соединенных Штатов Америки и так далее, и так далее. И мы сегодня вышли на период, вот, в 2020 год, пандемии и так далее, и так далее. И то, что президент Российской Федерации принимал решения по поддержке детей, многодетных семей, безработных, оставшихся без работы. Это не просто какие-то мифические цифры, это огромнейшие цифры. И мы сегодня знаем, что вот буквально через два дня, через три дня будем принимать решения на сессии Государственного Совета. Направляется в Республику Крым 3,8 миллиарда рублей на поддержку тех работников, которые в силу известных причин остались без работы. И мы на сессии будем принимать решения о направлении этих 3,8 миллиарда. Это с бюджета Российской Федерации. У нас сегодня как никогда мощное государство. У нас как никогда сильное государство. Очень много вопросов сегодня приходят к нам в социальные сети. Давайте посмотрим, что пишут наши зрители. Только наивный дурак думает, что что-то поменяется. Однако. Странные вы люди, только одна поправка вас смущает. Обнуление. А ведь еще неизвестно, будет Путин выдвигаться или нет. Да, кстати, кто вам мешает проголосовать за своего кандидата? Что пишут нам еще? По-моему, не обсуждалась сегодня эта тема. Да. Это обсуждается в интернете. Если кто-то реально хочет сделать все правильно, тогда почему не голосуют за каждую поправку отдельно? Голосовать пакетом желающих нет. Сделать поправку каждым пунктом невозможно на технические. То есть кодифицировать эти поправки, это будет просто книга. Безусловно. И это тоже было предметом обсуждения. Но абсолютно очевидно, что те, кто хочет ознакомиться со всем текстом, имеют такую возможность и в заключении уже высказать общее мнение. Потому что, еще раз повторюсь, абсолютно очевидно, что все поправки, которые вносятся, невозможно технически было бы внести в бюллетик. Ну и как показывает общемировая практика, голосование по принятию Конституции, оно проходит полным текстом, а по ряду внесенных поправок – общим списком. Ну, на самом деле было более тысячи поправок, и они голосовали в Государственной Думе. Я сказал, и КПРФ, и, кстати, единороссовские поправки не все были поддержаны. Депутаты многие предлагали разные поправки. И там путем голосования большинство выбрало те, которые, но оно считает, необходимо вынести уже на голосование народу. А депутаты – это избранники народа. И, в принципе, я когда говорил о министрах, то на самом деле депутаты будут обеспечивать как раз связь народа с исполнительной властью. Исполнительная власть назначается, но она как бы не под отчет на народу. Депутат, он хоть идет на выборы следующие, народ его изберет или нет, исходя из его работы. Так вот, мы же приезжаем в Крым, встречаемся с избирателями, они говорят о многих проблемах, естественно, на нас накачивают. Дальше мы идем в Госдуму, приходит министр, и мы его начинаем накачивать. Это как раз взаимодействие народа, в том числе с исполнительной властью. А если мы его еще и утверждаем, этого министра, если он перед нами подотчетен, то, соответственно, он будет уже и отвечать больше и перед народом. И больше будет стремиться выполнять то, в чем заинтересованы люди, избиратели. Знаете, я хочу вернуться все-таки к мерам безопасности, поскольку, безусловно, первейшим и самым главным приоритетом, как акцентировал президент, является именно безопасность. Привычные шторки, я так понимаю, исчезнут, да? То есть тайное голосование будет защищено перегородками? Нет, единственная шторка, которая исчезнет, это та, которую необходимо открывать рукой, когда ты заходишь в кабинку. Вот ее действительно не будет. А три других шторки они будут, и это такой принцип работы кабинок. Так что это однозначно, но я еще раз хочу подчеркнуть, что все будет антисептическими средствами, буквально, в смысле, все поверхности будут обрабатываться, определенный круг тех людей, которые будут заниматься этим вопросом, кто будет осуществлять эту работу. Будут коврики, которые при входе, в частности, на участковую комиссию, также будут обрабатываться. То есть предпринимаются очень серьезные, беспрецедентные меры. Вот что сказала Элла Памфилова, председатель ЦИК. Мы существенно изменили порядок проведения всероссийского голосования для того, чтобы минимизировать возможные физические контакты. Все участники голосования будут обеспечены, мы это гарантируем, всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Обязательно маска, обязательно перчатки, и мы всех обеспечим даже одноразовыми ручками. 124 миллиона рублей, да, потратит избирком на обеспечение санитарных... 124 миллиона рублей выделены на Крым для того, чтобы иметь возможность осуществить закупки всех вот этих средств, о которых мы сейчас говорили, и занимается этим вопросом исполнительная власть, именно ей поручено осуществить эти закупки. И я еще раз хочу сказать о том, что мне достоверно уже известно о том, что все эти, все меры, которые будут предприниматься, и все возможности, которые будут предприняты, они уже осуществляются, у нас уже завозится целый ряд вот этих антисептических средств, причем, кстати, хочу сказать о том, что эти средства закупаются у предприятий Республики Крым, что тоже в какой-то мере, безусловно, поддержит производителя Крымского. Это важно, это существенно, и самое главное, что это соответствует тем ГОСТам, которые предъявляются к вот этим средствам антисептической защиты. А как на дому обеспечить меры безопасности? Как это будет происходить? Ну, наверное, тогда нужно более подробно рассказать, каким образом будет вообще организовано голосование на дому. У нас есть графика, да. Давайте посмотрим. Проголосовать дома, насколько я понимаю, можно с 25 по 30 июня, или в день голосования непосредственно 1 июля. С 16 июня до 17.00 1 июля нужно обратиться в свою участковую комиссию, обсудить удобное время для голосования. Обращение голосования на дому также можно подать и в электронном виде через портал госуслуги с 5 по 21 июня до 14.00 по Москве. Все верно? Безусловно, и все, опять же, меры защиты, каким образом это будет все организовано. Существуют уже закупленные пакеты, в которых будет находиться маска, ручка, все то, о чем мы говорили, и бюллетень. Заявление, если поступает в участковую комиссию, если будем говорить, что это через участковую комиссию происходит, выйдут на это голосование два члена участковой комиссии и представитель общественной палаты, как наблюдатель, обязательно это условие, обязательно условие. Будет передан этот пакет непосредственно человеку, который будет голосовать. Затем он в этот же пакет возвращает этот бюллетень, и потом уже его будут обрабатывать непосредственно 1 июля после 20 часов. Он будет также запущен в КАИБ, если это будет осуществляться в городе, допустим, где этот участок используют КАИБы. А также будет ежедневно производиться в сейф-пакет, запечатывается. То есть максимально все, что только возможно предусмотреть для того, чтобы не было прямого контакта, через перчатки, через опять же такие средства, все это будет делаться. И все это уже отработано технологией, каким образом и как это должно осуществляться. Если человек голосует не по месту регистрации, то он должен подать заявление в МФЦ, так понимаю? Нет, ну да, это форма МФЦ, либо потом он может это сделать сейчас в территориальной комиссии, соответственно, потом уже в участковых комиссиях, то есть все это возможно. Хотя, в принципе, еще раз хочу подчеркнуть, что вот этот срок, который определен 6 дней до дня голосования, не позволяет любому человеку, по большому счету, прийти в один из этих дней и прямо на своем же участке принять участие в этом голосовании. Поэтому тут вот такая форма. Ну хотя и МФЦ, и все остальное действительно работает, и все порталы позволяют надлежащим образом оформиться для голосования на том или ином участке. Мы уже здесь говорили сегодня, что Конституция пишется не на один год, это наше будущее. И, собственно, сам закон о поправках, он будет принят только если результаты голосования будут положительными. Если граждане страны придут и поддержат изменения. У нас есть мнение Александра Шершукова, заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России. Вот какие поправки там считают наиболее значимыми? Давайте послушаем. Во-первых, нам представляется очень важная поправка, которая не просто гарантирует минимальный размер оплаты труда в России, но и указывает, что МОД не может быть ниже прожиточного минимума. Дело в том, что сейчас в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений идет полемика по поводу изменения методики исчисления потребительской корзины, на базе которой, собственно, и рассчитывается прожиточный минимум. И, в принципе, принятие данной поправки в последующем должно привести к повышению нижней планки оплаты труда и, соответственно, всей сетки зарплаты работников. Это раз. Во-вторых, существенной является поправка, что индексация пенсии должна производиться не реже одного раза в год. Это гарантирует рост пенсионных выплат. И, кроме того, мы считаем существенным то, что поправка гарантирует обязательное социальное страхование в стране. Это очень важно. Почему? Потому что вообще-то социальное страхование – это все выплаты, которые получают граждане из фонда социального страхования и прочее. А это пособия по безработице, соответственно, пособия, которые получают женщины, уходя в декрет, ну и другие социальные выплаты. Тот факт, что на них никто не сможет посягать с точки зрения их ликвидации, это может показаться как бы излишним опасением, но мы так не считаем. Мы считаем, что у нас была неоднократно полемика с стороной работодателей с точки зрения того, что они же считают, что необходимо уменьшать выплаты в социальные фонды. И вот поправка, данная в Конституцию, она блокирует подобные, скажем так, умонастроения. Анатолий Геннадьевич, как Вы считаете, исполнение социальных обязательств сегодня – это составляющая стабильности, чтобы наполнить эту статью 7 Конституции именно конкретными нормами? Вот как сейчас говорили профсоюзы. Я считаю, что наше государство социальное, и очевидно, все, что закреплено в Конституции, оно должно выполняться и будет выполняться. Я еще раз повторюсь, у нас, к сожалению, бывали случаи, когда минимальная заработная плата либо не выплачивалась, если выплачивалась, то была ниже прожиточного минимума. И фактически людей лишали возможности жить или существовать. Теперь, когда это будет зафиксировано в Конституции, таких случаев просто невозможно. Но коммунисты считают, что социальные гарантии просто носят популистский характер сегодня. Это такое заигрывание. Ну, знаете, справедливо, Россия предлагала прописать также норму уровня пенсии от той заработной платы, которую работник получал, чтобы, скажем, не ниже 40% от уровня заработной платы была пенсия. К сожалению, эта поправка не прошла. Да, мы считаем, что пенсия должна быть выше, не такая, как сейчас. Мы считаем, что и заработная плата должна быть выше, я думаю, все с этим с удовольствием бы согласились. Но есть экономические возможности, и поэтому в Конституции мы не можем записывать там уровень заработной платы, ну, скажем, 100 рублей в среднем для всех. Мы должны обозначить гарантии, вот уровень гарантии, и это в Конституции как раз сейчас закрепляется. Ниже этого уже невозможно. Прожиточный минимум, он фиксируется с соответствующей картиной, обсчитывается по международным стандартам. И, соответственно, это определяет, ну, определенные возможности для того, чтобы человек мог на... Сергей так не считает. Не достаточно, но все-таки уровень. Потому что я сейчас объясню, потому что немножко нарушена причина-следственная связь. Мы говорим о МРОТе, да, который закреплен в Конституции. Константа. Но на МРОТ влияет прожиточный минимум. А прожиточный минимум устанавливает кто? Правительство, правильно? Согласно потребительской корзине. Поэтому утверждать, что МРОТ это константа, невозможно. Потому что потребительская корзина будет влиять, то есть можно всегда прожиточный минимум понизить. Потребительскую корзину всегда можно подщипать, понимаете? Вот, а нам с вами как раз надо работать над потребительской корзиной. Я согласен, давайте работать. То есть все-таки МРОТ не является константой, закрепленной в Конституции. Его все равно может быть. Вот у нас есть хороший пример. Ко мне обратились военнослужащие, пенсионеры. В 93-м году был принят закон о пенсионном обеспечении военнослужащих. Там были установки, ну, определены там параметры, границы и так далее, и так далее. Уже в 94-м году государственная дума с подачи правительства принимает решение снизить пенсии и выплаты, потому что такая экономическая ситуация. Дальше снижали, 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 потому что что-то добавляет и так далее. Сегодня по правкам Конституции этого не может быть. Принят закон, все, он будет выплачиваться. Но вот правильно, Анатолий Игнатьевич говорит, давайте объединимся, давайте не будем торговаться. Давайте не будем спорить, а давайте будем работать на созидание, чтобы была возможность повышать мрот, там, прожиточный уровень и так далее, и так далее. Снижать цены и зарплату. Знаете, у нас было в законе прописано, мрот равен 100 рублей. Было такой период. Да, 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 было. А дальше всем говорили 100 мрот, 200 мрот и так далее. Было такое. А сейчас, в принципе, сделали хороший, очень существенный шаг вперед, когда сказали, мрот, это должен быть равен прожиточному минимуму. Это же намного лучше, чем 100 рублей, и умножать это. Я считаю, что социальный пакет поправок, он, в принципе, проработан, несмотря на то, что, конечно, многие инициативы, которые звучали, они не прошли фильтры необходимые. Это и наличие экспертных площадок, рабочие группы, вот разное мнение было и депутатов в кулуарах, да, то есть здесь и Анатолий Геннадьевич, я думаю, поддержит. Но, тем не менее, те поправки, которые отражены, они, ну, вот, наверное, выработали консолидированную позицию у тех вот политических сил, которые все-таки понимают, что, исходя из возможностей экономических параметров, вот, историко-политических реалий, мы сегодня делаем все, что возможно для того, чтобы защитить интересы и страны, и наших граждан. Вот, любое решение правовое, оно должно быть просчитано. Это не абстракция, оно должно иметь экономическую основу. А если просто заявить, мы там, вот, обещаем, да, золотые горы, но если это не подкреплено финансовой основой, экономической основой, это будет пшик, понимаете, это обман народа. Вот то, что сейчас прописано, это опирается на реалии, которые у нас есть. Обновление Конституции. И обсуждали вопрос национальной стратегии развития экономики на период до 30-40-х годов, вот сейчас президенту докладывали, это серьезные, серьезные аналитические материалы, которые дают основания для того, чтобы просчитать на будущем роты и все остальные прожиточные уровни, пенсион обеспечены и так далее. Как мы сегодня говорили, основной закон должен следовать жизни, он должен подстраиваться под решение новых задач развития общества. И сейчас с нами на прямой связи Евпатория Анастасия Егорцева. Настя, добрый вечер. Как местные жители оценивают изменения? Вообще они понимают их? Немного. Настя. Да, здравствуй, Елена. Я приветствую студию. Конечно, местные жители в ожидании голосования. Мы сейчас находимся в одном из старинных мест Евпатории, городском трамвайном депо. В этом году здесь планируют обновить весь подвижной состав, но наряду с долгожданными обновлениями сотрудники управления обсуждают и возможные поправки в Конституцию Российской Федерации. Считают, что некоторые из них смогут положительно сказаться на дальнейшей деятельности, на дальнейшем развитии предприятия. Рядом со мной директор трамвайного управления имени Петецкого Михаил Клещенок. Михаил Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, что, на ваш взгляд, изменится с принятием новой Конституции для россиян в целом? Хочу сказать, что, конечно же, трудовой коллектив обсуждает все поправки. И есть четкое понимание, что Конституция уже требует изменений. Долгие годы не вносились изменения и поправки. Конституция – это основной документ страны. Это гарантия наших граждан на труд, на льготу, на социальную защиту. Поэтому люди, конечно же, понимают, что уже с учетом современных реальностей требуют изменения. Конечно же, люди за. Как окончательно утвержденные поправки скажутся и повлияют на развитие вашей деятельности, вашей сферы? Травайное управление – это социально ориентированное предприятие. Мы перевозим более 60% льготной категории граждан. Поэтому, конечно же, Конституция – это гарант на труд, и в том числе на социальные выплаты, на все социальные защиты нашего населения, большой нашей страны. Конечно же, мы поддерживаем инициативу нашего президента и придем на голосование, и выполним свой гражданский долг. То есть в Евпатории все активно будут голосовать, и в том числе сотрудники вашего управления? Да. Михаил Владимирович, спасибо за ответы. А я отмечу, в Евпатории в этом году, в 2020-м, появится 27 новых вагонов. Ускоколейный транспорт будет собран по современным технологиям и оснащен в том числе валидаторами для дистанционной оплаты. Следующий этап – реконструкция контактной сети и путей. Елена. Спасибо большое. На состудии была Анастасия Егорцева. И в Патторе, как мы видим, люди понимают, что Конституция сегодня должна быть живой, и в ней люди прежде всего должны видеть свои ключевые ценности, и она должна отвечать сегодня их общественному запросу. А он такой, что социальная поддержка, она должна быть прежде всего в приоритете именно государства. Арман, как вы считаете? Я считаю, что все необходимые основополагающие изменения, которые в дальнейшем стратегически приведут к улучшению социально-экономического положения как наших граждан, так и в целом государства, они есть. Я полагаю, что на данный вопрос более подробно, более точно ответит государственный мужик, чем я, как адвокат. Елена. Именно социальный блок и социальные гарантии, да? Мы знаем много примеров. Конституции, другие государства, да и Конституции Российской Федерации, где вообще социальный блок был практически очень-очень вяло выписан. Понятно, потому что экономические возможности и так далее. Но то, что сегодня здесь в проекте Конституции, те поправки, касающиеся социальной гарантии, именно гарантии каждого конкретного человека, ребенка, многодетной семьи, пенсионера, работающего человека и так далее. Вот этим, даже вот за счет этого, нужно сказать, что да, действительно, это очень сильный блок поправок Конституции. Вы знаете, сохранить язык, культуру и традиции, значит сегодня сохранить страну и ее основные ценности. И как вы помните, один из авторов поправки, Михаил Петровский, директор государственного эрмитажа, рассказал о том, что культуру, как знамя сегодня, как символ хранят и берегут. И поэтому, прежде всего, она должна быть провозглашена в Конституции. И именно это станет хорошей основой для других мировых инноваций. С нами сейчас на прямой связи Симферополь, Александр Федорчак, и рядом с ним Крымский Фрэнк Синатра, Яков Головко. Саш, добрый вечер. Здравствуй, Елена. Приветствую всех участников дискуссии в студии. До голосования, всероссийского голосования по поправкам Конституции осталось меньше трех недель. К этому дню готовятся все, от мала до велика. Предложенные изменения в главном государственном законе страны, они очень важны, причем важны для разных сфер нашей жизни и деятельности. Я думаю, мой собеседник с этими словами согласится. Рядом со мной сейчас вокалист, лауреат премии «Москва» и «Ялта Транзит» Яков Головко. Яков, я рад вас приветствовать. Мне, как крымчанину, очень приятно, что у нас в Крыму три государственных языка. Русский, украинский и крымско-татарский. И это еще один повод прийти и проголосовать за то, чтобы народы Крыма и России развивали свою языковую культуру, чтобы они могли общаться свободно, чтобы дети могли учить языки тех национальностей, которым они принадлежат, чтобы они всегда могли сказать какие-то хорошие, ласковые слова. То есть, там, «Дохранит вас Бог», «Хаща стыдь вам, люди добре», «Алла развиву усун», ну и так далее. Скажите, пожалуйста, если рассматривать вот в контексте будущего, для молодого поколения, для старшего, для вас, в первую очередь, что дадут возможные грядущие изменения в Конституцию нашей страны? Безусловно, эти изменения дадут большой шанс и возможность развивать и культуру, и языки, и, в общем-то, очень много поправок по праву, Конституционный суд, судебная реформа. То есть, это большой шаг вперед от, скажем так, от Ельцинской Конституции, которая была, ну, как бы однобока, потому что страна находилась в выходе из состояния развала Советского Союза. И Конституция была принята, ну, так, я не считаю, что это было правильно и хорошо. Ну, и потом Совет Федерации заменен на... Сейчас губернаторские, губернаторские просто теперь губернаторы будут руководить на местах. Ну, я считаю, что вот это очень нужное дело. Яков, я благодарю вас за ответ и, в свою очередь, также призываю всех граждан нашей республики и необъятной Родины России прийти 1 июля на избирательные участки и сделать один, наверное, из важнейших выборов для нашей страны. Ведь все решаете только вы. Елена, я передаю вам слово в студию. Спасибо, Саша. Основной закон, потому что он лежит в основе всей нашей правовой системы и регулирует все основные принципы жизни. Давайте подведем итоги. Я прошу вас коротко и тезисно. Как обновленная конституция обеспечит еще большую стабильность в стране? Пожалуйста, Михаил Георгиевич. Вы знаете, я, наверное, все-таки скажу так, что на фоне вот той полемики, которая сегодня происходила, в частности, и в студии, задача избирательной системы Российской Федерации и задача избирательной системы Крыма, прежде всего, обеспечить возможность гражданам, крымчанам, прийти на избирательные участки, высказать свое мнение. И это мнение будет, безусловно, честно и абсолютно правдиво отражено в тех протоколах, которые будут результатом этого голосования. А избирательные комиссии Крыма должны максимально, максимально проинформировать крымчан об этих возможностях. История Медведевич. На протяжении шести лет пребывания Крыма в составе Российской Федерации, мы вот каждый год принимали участие в судьбоносных решениях. В 2014 году референдум. В 2014 году обновление Государственного Совета по законодательству Российской Федерации. Мы в 2016 году принимали участие в выборах депутатов Государственной Думы, тем самым входя еще в очередной раз, входя в политическую систему Российской Федерации. Мы приняли участие в выборах президента Российской Федерации. Это впервые в Крыму, российском Крыму мы принимали такое участие. Сегодня просто уникальное, историческое событие ожидает крымчан. Это принятие участия в голосовании по поправкам Конституции. Выбор не только своего личного пути. Выбор не только пути развития Крыма. Выбор пути развития государства. И сегодня, безусловно, для нас, крымчан, очень важно, вне зависимости от политических пристрастий, Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР, другие политические партии, вне зависимости от возраста, вне зависимости от социального статуса, мы должны объединиться ради главного. Поддержать нашего президента, поддержать Владимира Владимировича Путина, который столько делает для Крыма, что нужно наш долг это сделать. Я думаю, что крымчане покажут достойный результат в этом важном деле. Арман. Я скажу так. Хочу ли я, как адвокат, чтобы у нас все было по закону, и чтобы в судебных процессах выносились правильные законные приговоры? Да, хочу. Это есть изменение в Конституцию. Хочу ли я, чтобы было единообразие применения закона во время судебных процессов? Да, я хочу. Хочу ли я, как отец, чтобы мои дети абсолютно спокойно и стабильно трудоустраивались и получали соответствующую заработную плату? Да, я хочу. Хочу ли я, чтобы я, как дедушка, чтобы мой внук действительно жил хорошо в будущем? Да, я хочу. Это есть изменение в законе. Я прошу, и я повторюсь, я прошу всех крымчан не верить никаким фейкам, самостоятельно посмотреть, вне зависимости от того, что, как уважаемый Сергей показал, там большое количество изменений. На самом деле это займет времени буквально 10 минут. И удостовериться в факте того, что кроме хорошего, то есть подчеркивания нашей самобытности, нашей культуры, наших прав, то, что мы делаем и как мы хотим делать, ничего плохого нет и быть не может. Это все, скажем так, субъективные опасения, которые не основаны ни на чем. Уверен, что Россия после этого исторического события выйдет в обновленной и более сильной, способной отвечать всем вызовам и угрозам. Действительно сумеет защитить свою цивилизацию, альтернативную тем цивилизациям, тому пути, который сегодня навязывает Запад, сможет сохранить свой национальный код. Еще раз хочу, обращаясь к крымчанам, сказать, что на самом деле мы самая богатая нация, мы самая богатая страна. Все самые большие запасы природных ресурсов, природные богатства, все находятся у нас, вся таблица Менделеева. И этими поправками мы национализируем все, что у нас есть, сделаем собственностью всего российского народа. Сергей? Видите, если вы национализируете, все это будет просто прекрасно, но как раз ту поправку, зафиксировать принадлежность природных недр России за народом, эта поправка как раз не была принята. Мы сегодня много слышали от, скажем так, коллег, которые в эфир подключались, о том, что Конституция основной закон, и она должна соответствовать современному сейчас веню, полностью согласенно разделяю. И считаю, вот сейчас поспешно немножко мы входим в это голосование по Конституции, потому что вот мы здесь не обсудили момент, момент не обсудили, что мы прошли вот эти три месяца, да, почти коронавируса, и вот этот кризис коронавирусный очень на самом деле много оголил, в том числе и экономических сторон, да, нашей страны, и положительных, и отрицательных. Одна из отрицательных, то, что как раз-таки частный бизнес потерпел наибольший... Да, да, это был вызов для страны сегодня разработанной национальной экономике по восстановлению. Да, да, наибольший ущерб, государственный сектор оказался более сильней. Поэтому те поправки фундаментальные, как я их называю, КПРФ от той национализации, которую Руслан нам тоже пообещал, что она произойдет, Ну, у вас все поправки, да, и свое голосование. Они очень, как бы, важны. Я считаю, что крымчане должны участвовать в этом голосовании, они должны прийти на участки, но голосовать они должны по сердцу, по душе, как они это представляют. У нас другая позиция, нежели официальная, мы будем, у нас есть время донести ее. Спасибо, Сергей. Поэтому, я думаю, в Крыму это все пройдет очень на высоком организационном уровне. Ну, во-первых, я видел, там ничего не изменится, один молодой человек, видимо, написал. Конечно, завтра ничего не изменится после изменения Конституции, но эта Конституция создает основу для того, чтобы начало меняться. Мы станем суверенной страной, будет приоритет внутреннего права над внешним, если внешне противоречит внутреннему, не будет отчуждения наших территорий, Конституция запрещает это. Далее, правительство будет отвечать перед народом, перед депутатами, и, соответственно, будет более эффективно работать. Ну и, соответственно, мы создаем вот этим правовым документом как раз возможности для создания национального плана, реализации национальных планов. И те богатства, которые у нас есть, они в Конституции правильно прописываются, что это достояние народа, это достояние манграционального народа России, и эти богатства должны действительно работать на российский народ. Я призываю всех прийти, проголосовать, поддержать эту Конституцию, потому что она сделает нашу страну сильнее, значит, нас всех с вами вместе. А я хочу напомнить, что сказал президент Российской Федерации Владимир Путин. Давайте посмотрим. По сути, важно, чтобы именно граждане Российской Федерации, придя на голосование, зафиксировали свое авторство этого закона. Как люди скажут, так и будет. Если люди в ходе голосования подтвердят, что они поддерживают это, значит, закон вступает в силу и поправки в Конституцию вносится. Если не подтвердят, то поправки в Конституцию внесены не будут. Президент хочет знать наше мнение. Сейчас давайте посмотрим на итоги нашего голосования. Мы спрашивали, вы пойдете голосовать за изменения в Конституцию? Итак, к концу нашей программы 63% говорят о том, что они пойдут голосовать за изменения в Конституцию. 37% не пойдут. Единство народа, суверенитет России, защита человека труда, социальная справедливость, ответственность власти всех уровней, укрепление традиционных ценностей, развитие культуры и языка. Разве есть люди, которым было бы все равно? Голосование за Конституцию, голосование за будущее. Основной закон не механизм, не инструкция. Это живой организм, который реагирует на вызовы времени. И вот эти поправки, ответ вызовам времени. Иногда правда. Это все, что у нас есть. Верьте только в то, что вы сами можете проверить. Думайте и не перекладывайте ответственность. Это же ваша жизнь. До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok